Всем привет! Вы видите в отблесках фар Лёшу Халецкого. Сейчас. Ох! Будем потихоньку пытаться выехать из пробки на паркинге. Только что побывали на фильме Дэдпул, и я спешу поделиться своими впечатлениями. Ну что ж, трейлеры нам предрекали чёрную комедию. Они нас не обманули. Действительно смешно, действительно чернуха. Так что, в плане, если повеселиться, и вы любите фильмы про супергероев, то сходить стоит. Из минусов отмечу, конечно, никакой сценарий. Ну, блин, фильмы про супергероев, они вообще заложники фирм, которые выпускают комиксы. В данном случае, по-моему, Марвел Дэдпула. Ну, это те же Люди Икс и прочее. Вот у них во вселенной есть такой чернушный чувак Дэдпул. И, естественно, авторы фильма не могут сильно отклоняться в сторону от событий в комиксе. В данном случае, по-хорошему, если убрать чёрный юмор и поменять, например, Дэдпула на Спайдермена какого-нибудь, то ничего не поменяется, потому что сценарий один и тот же. Хорошее начало, там что-то происходит, кризис, потом надо кого-то спасать. В данном случае, вот мне, честно, к концу фильма уже немножко скучновато было, даже зевать начал. То есть, шуточки, всё, всё классно. Но то, что будет происходить в фильме, ну, предсказуемо до невозможности. Я уже молчу о том, что мотивация... Ладно, ещё мотивация героя, но чем занимается главный злодей в этом фильме, мне абсолютно непонятно. Вот как он разыграл свою главную карту против Дэдпула? Без... Просто... Вообще такая тупизна. Спрашивается, зачем он это всё делал? Ну, в общем, в фильмах по комиксам лучше о мотивации не задумываться. В данном случае вы идёте на комедию, комедию, на чёрную комедию с чёрным юмором, имейте в виду, там, плюс 18, потому что вам и сиськи-письки будут показывать, и шутить на генитальном уровне. Но, правда, в данном случае шутки действительно смешные. Я бы сказал, что я тут смеялся больше, чем на новогодних комедиях, которые мы посмотрели российские. Так что, в плане юмора, по-моему, фильм замечательный. Так, знаете, за нами сидели какие-то испанцы, что ли, да? Какое ощущение? Или какие-то иностранцы сидели, которые пришли на Дэдпула на русском языке. И они смеялись чисто со сцен положения. Не там, где языковые шутки какие-то были, а сцены положения, потому что они реально не понимали, что происходит в фильме. Но они всё равно пошли на Дэдпула посмотреть. Да, и думаю, что, наверное, в оригинале было бы интереснее смотреть, потому что там чувствуется, что Райан Рейнольдс, главный герой, всячески шутит. Но, с другой стороны, локализаторы постарались вот такие шутки с игрой слов нормально попереводить. Тем более, что в разных языках шутки про пенис примерно одинаковые. По-моему, у них это получилось, но, в принципе, мне кажется, что если у вас есть возможность в оригинале посмотреть, будет интереснее. В целом же, я рекомендую на фильм сходить. Я получил удовольствие, посмеялся. Но я думаю, что это на один раз. То есть не особо хочется что-то пересматривать. Не особо хочется его пересматривать, потому что сюжет откровенно никакой просто. Ну а развлечься, тем более, что сейчас вроде никаких вменяемых комедий нету, вполне возможно. Так что сходите на Дэдпул, а во все остальное время смотрите умное и интересное кино. На этом все. Вы видели и слышали Лешу Халецкого. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok